Лоскутные одеяла. Родные, уютные. В холодные дни так и хочется укутаться в них с головой. Но предназначение иное. Декоративное. Современные мастера уже не рвут на лоскуты старые платья и юбки. Конечно, можно сделать это все и из старых лоскоточков. Но большое искусство, высокое искусство обязательно присутствует в петч-вырке. И там очень современные материалы, очень современные техники, очень современное оборудование. Куклы явно с характером. У них это написано на лице. Настоящий зоопарк из глины. Изящные украшения из бисера. Картины. Для этой, к примеру, художнику долго пришлось искать тканевый мешок. И нашел. Дырявый, с заплатами. В общем, весьма живописный. Есть идеи, которые ты вынашиваешь годами. Иногда тот же натюморт ставишь долго. Ну, а делаешь, как правило, быстрее, чем придумаешь. А иногда просто увидел и сразу сделал. По-разному было. Мастерские открылись в Доме народного творчества в начале года. Сейчас обучение ведется по десяти направлениям. Среди наших учеников, участников курсовых программ, люди разных профессий, люди разного возраста, которые в силу каких-то обстоятельств имеют в душе вот такой запал, имеют такое желание все-таки реализовать свои способности. Сначала понять, насколько они у них есть, а потом развивать. Выставка продлится до 2 ноября. Планируется проводить ее ежегодно, перед началом творческого сезона. Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, События дня.